Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, дамы, господа и все участвующие, дамы и джентльмены. Я вот к чему все это рассказываю. Ну, в смысле, я пока еще ничего не рассказал. Веду все я вот к чему. Значит, для русского человека один из самых любимых салатов, я сейчас не беру оливье и Новый год, я говорю во все остальное время, особенно в летнее, это салат из томатов и огурцов. Из вкусных томатов и вкусных огурцов, потому что лето начинается, даже если в Москве, например, там до середины июля еще местных томатов нету, то они, конечно же, уже везут солнечные из всякого там Узбекистана, из Таджикистана, из Узбекистана, Армении, Азербайджана, ну, в общем, из наших союзных дружеских республик. Итак, я сейчас приготовил здесь 4 тарелки. Я нарезаю огурцы и помидоры и раскладываю их по тарелкам. Телек у меня старый, но не было необходимости покупать новый, я его не так часто смотрю, а смотрел до этого ноутбук. В ноутбуке маленький экран, глаза устают. Интернета здесь не было никогда. Я взял такую коробочку, приставка «Большое ТВ», подключается в HDMI или в другие разъемы, она приспособлена для любого телевизора. Главное, что по Wi-Fi она ловит, соответственно, сигнал, заходит в интернет. И огромная коллекция фильмов у вас здесь. Здесь есть, конечно, и ТВ. Но мне важна лично, мне важна фильмография. Здесь она огромная. Сама приставка недорогая, места занимает очень мало. И самое главное, ну что, лег на кроватку, врубил. Лучший фильм, который вам нравится, нашел. Подключился. Кстати, YouTube тоже здесь есть. Поэтому вы можете спрограммировать мой канал и смотреть его на большом экране. Здесь есть еще пульт голосового управления, который ускоряет процессы поиска и облегчает вам жизнь. Купить приставку вы можете, перейдя по ссылке, которая есть в описании. А так вообще в любых крупных интернет-магазинах, таких как Азон, Вайлдбери, Беру, вы можете найти ее и заказать себе в тот же день. Когда томаты, скажем, ну не с самого высшего качества, не с вашего огорода, а с какого-то другого огорода, и может быть даже и с далекой страны, то я бывает такое, что не вырезаю. Ну вот если только не вижу, что здесь глубокий пенек. Если пенька нету, то иногда я даже не срезаю вот эту плодоножку. Ну стараюсь там, знаете, ее как-то так почикать, чтобы больших кусков не оставалось. Кстати, семечки-то зеленые, я хочу вам сказать, да. Почему я эту плодоножку сильно не вычищаю? Потому что в этой плодоножке сосредоточен вкус. Что овощник делает? Он вам дает нюхать томат, как правильно. Он вам подсовывает в нос плодоножку. Ох, как вкусно, вы говорите, пахнет. Но пахнет-то плодоножкой, а не томат. А вы понюхайте его с другой стороны. И если он не пахнет, все сразу становится на свои места. Вас слегка обманывают. Так вот, значит, бывают ситуации, когда мы не можем позволить себе самые дорогие томаты. Ну, по каким-либо причинам, знаете. Или, может быть, вообще томатов нет. Когда такое происходит, я стараюсь эту плодоножку не вырезать, для того, чтобы во время поедания она у вас создавала вот этот вот дополнительный вкус томата. Чтобы вы, ну, так скажем, плодоножка вас обманывала и делала салат ярче. С огурцами все проще. Какие есть огурцы, те и берем. У меня вроде как какие-то фермерские уже появились. Режу и чувствую, что не самые лучшие. Но аромат от них совершенно удивительный, чудесный и яркий. Такой свежачок. Вот 4 салата, вернее, 4 чашки с огурцами и помидорами. Теперь мы сюда добавляем сметаны. Ну, я добавляю условно, чуть больше, чуть меньше. Вы сами прекрасно знаете, кто не экономит, тот сметаны льет побольше, потому что жижка из нее получается сумасшедшая. Сметану взял 15%, в зависимости от того, как вы любите, вы используете тот процент жирности, который нужен. Давайте вот так, чтобы не ходить туда-сюда. Значит, соль. И там по желанию, ну, я всегда добавляю перец. Кто-то добавляет, кто-то не добавляет, кто-то любит более чистый вкус. Вот сейчас что происходит? Сейчас мы получили базовый вкус и чаще всего, имея вкусные томаты и вкусные огурцы, заправив их просто сметаной, мы получаем такой традиционный русский салат. А дальше начинаются чудеса. На Злобинском рынке в Красноярске, знаете как? Лето сейчас наступает, и бабушки начинают, потому что народ живет не очень хорошо, в плане того, что пенсии маленькие. Мамой моей тоже пенсия маленькая. Народ начинает с огородов, сдач, тащить, вот это вот все. Конечно, для меня, как для повара, наступает золотая пора. Я в Красноярск летом приезжаю, я вообще ничего не ем из магазина, я покупаю все только на рынке, только у бабушек и тетушек, которые там тащат все с огорода, начиная от ягоды, заканчивая помидорами, огурцами. Огурцы, кстати, очень рано начинают плодоносить, ну, если и позаботиться об их, так сказать, выращивании с самой зимы. Итак, мы получили 4 совершенно одинаковых и невероятно вкусных салата. Вы, в зависимости от своих предпочтений, добавляете туда ингредиенты, а я вам вкратце расскажу, как можно поменять каждый из них с минимумом ингредиентов и получить совершенно, так сказать, какое-то уникальное индивидуальное направление. Вот смотрите, это получается укроп и зеленый лук. Это направление, называю руссо-туристу, это, соответственно, то, что мы любим и используем чаще всего при заправке салата со сметаной. Я нарезаю лук и укроп, и все, и огородные ароматы наполняют кухню. У меня супруга не очень любит зеленый лук, но я ее все, нет-нет, да и приучаю. Вот смотрите, лук и укроп. Лук и укроп это самое, что ни на есть русский салат. Дальше. Имея все то же самое, я использую, значит, листья мяты и листья зеленого базилика. Значит, это направление Юго-Восточная Азия. Значит, кто был в Таиланде или во Вьетнаме, знают, что наличие зеленого базилика и мяты, это дает характерный вкус того региона. И не беспокойтесь, что у вас там сметана. Будет очень вкусно. О, базилик и мята. Во что превращают эти два ингредиента наш салат. Теперь, что нужно еще добавить сюда? Капельку рыбного соуса, капля, прям пол чайной ложки. Лимон. Небольшое количество цедры. Ну и, конечно же, сок самого лимона. Только в небольших количествах, в небольших. И добавляем Каролина Риппер, соль. Острую-острую соль. Все. Дай бог не сгорит у меня ничего. Далее, следующий вариант. Смотрите, что я делаю. Я беру зеленый базилик. Отрываю в несколько листочков. И обязательно беру небольшой маленький пучок рукулы. Ну-ка, интересно догадались, что это у нас, конечно же, Италия. Хи** два. Как это хи** два? По-московски. Руккола. И базилик? Ну да. И Италия. Все мелко режем. Я, например, чаще люблю рукулу, нарезанную в салате, чем листьями. Ее листьями есть неудобно. А когда ты ее режешь, во-первых, она начинает пахнуть, как будто бы вот горчицу какую-то открыли. то есть разбиваются эти маленькие, так сказать, капиллярчики, которые содержат в себе вот этот вот сок рукульный, да, и она начинает пахнуть в сто раз вкуснее. Запах нарезанной рукулы великолепно сочетается с запахом базилика, зеленого, конечно же. И знаете, что мы сюда добавим для приправочки? Правильно. Каплю оливкового масла. Злой итальянцем пользуюсь греческим. И, конечно же, трюфельное масло. Значит, кому вдруг... Я трюфельное люблю, добавляю побольше. Все. Этот вариант готов. Сыра никакого не надо. Вкус сметаны, вот этот молочный с рукулой, ассоциируется, когда вы делаете бурату или страчителлу, используете свежий молочный сыр, совмещают его с томатами. То есть, вкус сметаны и томата это как бурата и томат, да. Четвертый вариант. Один из, наверное, любимейших русских... Вот смотрите, красный базилик. Каждый третий догадался, все остальные не догадываются, что красный базилик используется исключительно в кавказской кухне. Исключительно в кавказской кухне. Красный базилик, укроп, зеленый лук. И у меня еще сегодня есть такое перо из жопы совы, что когда мне его моя зеленщица предложила, я сам удивился и говорю, слушай, я такого не встречал. Что? Она говорит мне, что это такое? Что это за зеленушка? Немножко тут пообрываю кончики. Я говорю, я не знаю с такими листочками. Она говорит, ну ты повар, ты что повар так вообще? Ты не повар так, не знаешь такое резать растение? Я говорю, не видел никогда такого растения. Она говорит, щебрец это, щебрец, наш щебрец. Пахнет он очень-очень мало щебрецом. И она сказала, что надо резать его вместе с со стебельками. Но нет, я все-таки его нарежу без стебельков. Некоторые наверняка сейчас уже написали в комментариях, мол, ибо истерить. Сметана там с этим, сметана с тем, вы попробуйте, вы попробуйте. Что же вы думаете, что если ваше гастрономическое мировоззрение так стереотипно и узко, например, как у многих, то, конечно, у многих там в голове, типа, что такое? Вот это, это с этим не сочетаемо. В мире практически все совсем сочетаемо. Только поддается наше воспитание пониманию этого или нет. Все в остальном ерунда, потому что в разных странах мира разные ингредиенты сочетают, а мы сочетаем по-другому. Итак, меленько рубим кавказские травы. Сюда бы тархунчик еще можно было, но это уже, знаете, я показываю только самое, так сказать, необходимое. Потому что красный базилик чаще можно найти, чем тархун. И многие так привыкли использовать красный базилик везде, да еще и когда мне присылают мои блюда, в которых я прям говорю в видеорецептах, акцент, это зеленый базилик. Красный сюда не подойдет. И мне присылают блюда, типа, чувак, зеленого не было, мы красный добавили. Я всегда и один кусочек грецкого ореха. Ну, это вообще, знаете, так понтануться. Грецкий орех, кстати, есть практически у всех. Засыпаем это вот сюда. Хмели-сунели не добавляйте ни в коем случае. Вернее, добавляйте, что хотите. Ну, а сюда нужно оставить вот этот чистый сметанный вкус. Вкус сметаны и томата делает нам все, так, чуть-чуть нарезайте, тонко-тонко-тонко-тонко-тонко. Грецкий орех, потому что Грузия это грецкий орех. Ну что, жижка уже пошла. Самое ценное в любом из этих салатов не ингредиенты, да, а тот сок, который выделяют помидоры и огурцы. Мы же это любим помакать-то хлебушком, а? Я уверен, что у каждого сейчас из вас течет слюна, как и у меня. Главное, вы голову не держите, рот над тарелкой, чтобы слюна не капала в тарелку. Да, вот это вкус детства. Мы с детства все привыкли есть. Я даже ничего говорить не буду, зачем, вы же все сами понимаете. Значит, здесь у нас рыбный соус, цедра лимона, мята, базилик, да? Я же тайский стайл. Во! Базилик, цедра и мята дают невероятный гламурный эффект. Но сразу скажу, что этот вариант для тех, кто идет в ногу с моим, так сказать, гастрономическим воображением, идеями, консерваторов этим вариантом пользоваться не призываю. Потому что, ну, такие вещи, как бы, я сам люблю. а как показывает опыт. И соль там. О, перчик пошел. Супер. Этот рецепт для тех, кто меня смотрит в Таиланде. Потому что, в гастротуре, когда я был, повстречал русских ребят, которые живут в Таиланде. Мне показывали, как на рынках сориентироваться, у кого что вкуснее. Привет, ребят из Таиланда, русский говорящий. Вот этот салат вам реально зайдет. Только где-нибудь найдите сметану хорошую. Или йогурт, кстати, очень хорошо подойдет сюда. Ложку специально после тайландской, после тайского салата. Переходим на Итальяно Вера. Сразу вспоминаю своих друзей, шефов итальянцев. Жаком Аламбарди. У многих из них, у многих шефов итальянцев, которые здесь живут, у них жены русские. И они, так сказать, наполовину итальянцы, а дети уже, понятно, итальянцы и россияне. То, скорее всего, наверное, вот такой русский салат томат-огурец плюс итальянские ништячки. Вот это как раз для того поколения, которое родилось уже здесь, но у кого папы итальянцы, а мамы русские. Или наоборот. Я бы, конечно, сюда побольше трюфельного масла. Ты прав был, это московский, гламурный. По причине того, что как раз-таки здесь много итальянских ресторанов и итальянцы привезли эти вкусы сюда. Наши уже их допилили. Гамарджоба генацвали. Вот это, вот красный базилик, конечно, этому всему дает. вот здесь не хватает еще красного лука, но это все на любителя. Я вам говорю, например, вот мы в Тбилиси были, в Тбилиси были и ели, да, красный лук везде. Так у меня его, например, жена и наши друзья, вот которые были с нами, они все время выковыривали его. Ну что, мы столько лука непривычные есть. Некоторые любят, безусловно, тут как бы спора-то нет никакого. Добавляйте сюда лука красного побольше. Казалось бы, все то же самое. Все то же самое. А красный базилик, лук, чабрец дают совершенно иную гамму вкуса. Не хватает здесь только одного. капли кахетинского масла. Если у вас нет кахетинского масла, берите наше краснодарское из ароматных семечек. У меня Майя Гигидзи привезла мне. Я могу шикануть. И не спорьте со мной, если вдруг кто-то напишет, что сметана и ароматное подсолнечное масло не подходят друг к другу, того поймаю, оболью маслом и отправлю в Краснодар. Тебя там залижут до смерти. Огонь! Теперь то, что надо. Итак, дорогие друзья, вывод. Самый простейший салат, самый любимый и самый вкусный можно сделать с характерной ноткой, если вы используете какие-то вкусовые нюансы из разных стран мира. Если вам скажут, что вкусно есть моцареллу с соевым соусом, моцарелла из Италии, соевый соус из Юго-Восточной Азии, они в России встретились, не верьте, это ужасно, это ужасно. Но вот такие вещи, которые очень адекватные, простые и вкусовые бомбочки, их можно использовать для того, чтобы сделать вашу кухню разнообразной. Это вам пища для ума. Дальше, безусловно, вы добавляете и передвигаете все ингредиенты как вам захочется, но фундаментальная мысль такова, что каждый самый вкусный салат можно сделать еще вкуснее и еще интереснее. Приятного аппетита, всего доброго, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok